Приветствую! Сегодня подписчики моего телеграм-канала скинули мне видео выступления Михаила Подоляка. И вот я хочу с вами посмотреть это видео и обсудить его. Давайте глянем, оно коротенькое, там несколько секунд. И так, что сказал Михаил Подоляк? Он говорит, что если вы не верите в официальную позицию, то покупайте справку ВЛК и выезжайте. И у меня тут есть несколько вопросов, хочу разобраться. Первый вопрос. Вот если я верю в то, что яйца нужно покупать килограммами, я верю в то, что турки там уклоняются от налогов, из-за этого появился скандал с куртками в Украине. Я верю в то, что именно нейросеть хочет получить константу за работу офисов, за работу колл-центров вот этих. И вот проблема, знаете, только одна есть. Я Декарта почитал вот тут на днях, знаете, а он говорит, хочешь познать мир, во всем сомневайся. И я теперь боюсь, вот если я вдруг послушаю Декарта и начну сомневаться, то что делать? Мне тогда нужно покупать справку ВЛК и уезжать? А вот вопрос, а телефончик можно? Может там бегущей строкой же надо было вставить, что купить справку ВЛК можно вот по таким контактным данным? Вот, а еще вопрос, а если вдруг я вот родился в Украине, всю жизнь прожил в Украине и сейчас, спустя полтора года войны, я остаюсь в Украине, я не хочу уезжать отсюда, это моя страна. Но если вдруг я засомневаюсь, то мне все-таки надо уезжать? Да, обязательное условие. Ну а если серьезно? Если серьезно, это... Ну у меня нет слов, вот чтобы описать это. Давайте скажем так, недопустимо. Недопустимо, чтобы советник главы офиса президента, коим является Михаил Подоляк, заявлял в публичном пространстве такое. Это там где-то с друзьями, может быть там в порыве страсти, да, вот спора и дискуссии, можно сказать, не нравится, все, чемодан вокзал Европа. Но всерьез говорить это в публичном пространстве, ну это недопустимо, на мой взгляд. И я хочу напомнить, что вы же шли во власть с какими обещаниями? Вы шли во власть с обещаниями сделать жизнь людей лучше. А в итоге вы говорите, что ну если вы нам не верите, уезжайте. Это прям вот, прям сижу и такое чувствую, и вы сейчас вот почувствуете, как на вас снисходит забота о народе. Это прям, да, вот чувствуете, чувствуете, проникайтесь, вот я проник всей этой заботой. У меня есть только одна надежда. Надежда на то, что эта позиция исключительно Михаила Подоляка, это не официальная позиция. И было бы очень уместно, на мой взгляд, если бы сейчас кто-то из офиса президента вышел и сказал, что это не позиция государства. Потому что я сижу и задаюсь вопросом, это позиция государства или это личная позиция Подоляка? И еще, как юрист, как юрист сейчас вам скажу, не нужно пользоваться советом Михаила Подоляка. Объясню почему. Потому что если вы воспользуетесь его советом, купите справку ВЛК и поедете с ней, вас поймают и выяснят, что это, по сути, купленный поддельный документ, то вам грозит уголовная ответственность по части 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины. Уголовная ответственность за использование поддельных документов. А вы будете их использовать, потому что, как мы знаем, видимо, Михаил Подоляк не помнит, что у нас есть запрет на выезд мужчин из Украины во время мобилизации военного положения, что просто так не выедешь. То есть те, кому не нравится что-то, а кто не верит, да, не может выехать. Так вот, там на границе вам нужно будет показать эту справку ВЛК. И вот это и будет использованием поддельного документа. И вы получите уголовную ответственность. Аплодирую, аплодирую великолепный совет от Офиса Президента. Если что-то не нравится, можешь совершать преступление и уезжать. Правда, мы тебя поймаем и покажем. А интересно, а вот у меня как у юриста сейчас такой вопрос, ну, саркастический вопрос. А можно потом людям вот в уголовных делах прикладывать вот это заявление? Мол, нам Михаил Подоляк разрешил купить справку ВЛК. И это же должно быть основанием для освобождения от уголовной ответственности, получается. Так вот. Конечно же, это не так. Конечно же, это все, ну, просто за гранью, не знаю, ну, за гранью моего, моих представлений о морали, этике, о представлении того, как должны говорить и что должны говорить представители Офиса Президента. Но я могу и ошибаться. Единственное, что я к вам сейчас обращаюсь с одной просьбой. Пожалуйста, когда вы будете писать комментарии, постарайтесь соблюдать ранки приличия. Я понимаю, что заявление просто кайфовое, прекрасное. Я понимаю, что хочется сказать вам в этот момент, вот, да, по поводу вот этих заявлений. Но я очень вас прошу, вот, ну, чтобы канал не превращался в такой, знаете, сборник нецензурной лексики. Давайте будем подбирать слова. А, друзья, в конце видео я вам напомню, что у меня есть телеграм-канал. Телеграм-канал информации там больше, чем на ютуб-канале. Появляется она оперативнее тоже, чем на ютуб-канале. И также я там отвечаю на ваши вопросы в комментариях. Ссылочка на телеграм-канал есть в описании к данному видео. С вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Я вам искренне желаю удачи, благополучия мира и того, чтобы в Украине были чиновники. Вот все посты государственной службы занимали те люди, которые действительно думают о государстве и хотят служить на этих постах на благо народа Украины. Пока-пока.